Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это начало моей партии за Венгрию в Сидмерс Цивизейшн 6 Gathering Storm. Решили сыграть такую классическую партию, то бишь Пангея, с выбором цивилизаций. Единственное, только ресурсы стоят изобильные, а так всё остальное стандартное абсолютно. Даже модов никаких особенных нету. Тем не менее, партия получилась интересной, Венгрия такая необычная цивилизация, поэтому я её и выбрал. Традиционно напоминаю, что спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества, для всех остальных они будут выходить раз в сутки. И также традиционно прошу воздержаться от бессодержательных спойлеров и оскорблений участников партии. На этом всё, приятного вам просмотра. У нас Корея в игре, давайте сразу Корею как-то выносить, договариваться. С двух сторон. Человек. Моста стега. Здесь оно в острове ведёт вас в подачу. На панги и удачи. Да, на устрове в одну клетку. Хоть прячься, хоть не прячься, всё равно моя ты. Ду-ду-ду. Ау-ау, ау, я тебя всё равно найду. Я вот, например, у меня сразу территория, я вижу, что если я подведу город, я могу реально раз, два, три, четыре, пять районов построить через реку от центра города. Ну да, если на изгибе. Блин. Очень здорово, когда инг без гор. Да, это нормально. Слушай, ну тут горы есть, но с другой стороны, ну мне хотя бы, наверное, на один, то есть я не хочу на, не хочу на банан ставить, но подвинуться, мне кажется, надо. Потому что, ну, способность Венгрии такая, что через речку, а тут получается раз, два, три района я смогу поставить тогда сразу. Давайте, наверное, подвинуть. О, тем более тут, видите, есть. Тут, кстати, кампус, вот, если не вырубать джунгель и вот этот не вырубать, то тут кампус у нас на плюс три получается. Или на плюс четыре, например. Скорее всего, все мои горы забрал сундук. Мобилизованные юниты. Да, есть же очень уже город. Это хорошо, что мы еще на стандартные играем, а не на новом мире. Там бы вообще Корея. Ну да. Мы разве на новом? Мы же на новый. Не на стандартном. Нет, стандартный. Мы поставили на стандартном. Класс. Кроме того, видите, здесь у меня... Хотя знал бы я, что буду на инке. Здесь у меня меха. То есть, по идее, я могу вот здесь храм Артемиды попробовать поставить. Какие-то горы тут. Ну, вот смотрите, вот тут вот территория. Тут отсюда меня, наверное, вряд ли кто-то сможет атаковать. Вопрос, какая территория у меня здесь, что я смогу там... Так, ну, ставим. Сразу разведчиков на Пангейте. Начнем просто. И, пожалуй, я, наверное, сюда пойду. Вот, Дунай. А это... Кериш. Да, ну, мне кажется, я хорошо столицу поставил. Так, значит, предварительно сюда у нас будет... Кампус. Ну, видимо, сюда коммерческий. Ой, что-то я науку не выбрал. Камп за меня. Давайте животноводство, конечно. Ну, пока животноводство. А дальше подумаем. О, тут у нас сахарок. То есть, я бы где-то тут еще город ставил, получается. Надо думать. Наверное, вот сюда, смотрите, чтобы три района прям можно было к центру прислонить. О, тут какие места. Вот сюда получается, да? То есть, мне надо вот в такие места странные ставить за Венгрию, именно чтобы ее этот бонус работал на 50... Ну, это очень быстро, 50% к строительству районов. Это, считайте, у вас практически все районы, как свои, как эти, как уникальные строятся. Очень быстро. Три. Да, нормально туда. Хорошие места. Тут еще, ведь это геотермальные источники, они там будут давать еще какое-то дополнительное счастье, по-моему. То есть, два к производству во всех центрах города в пределах шести клеток. Бонус активируется в городах один раз, и они увеличатся за такие же здания в пределах шести клеток. Так, если в городе есть хотя бы одно геотермальное поле, дает плюс трик туризму и плюс два к довольству. Вот, видите. В этом городе уникальное здание венгерское. Так, куда мне лучше прыгнуть? Вот, туда посмотрим. Вниз пойдем. Так, что у нас тут обрабатывается? Если я бы хотел вообще... О, с еще уходом овечки добавятся. Отлично. Хочу, буду вырастить хотя бы до четырех побыстрее. О, тут у нас есть... Блин, я уже три континента нашел. Фигаси. Ну, тут вот это излом этих гор, это значит, вот эти континенты. Здорово. Все равно два, да? Далеко? Поставим тут лучше. Да. Ну, поставь мне где-то. Ты будешь где-то градостной? Ты не видишь в городе, реально у меня этих компусов, судя по всему. Я в пятиклетах от твоей дубины вверх. Нет. Нет. О, еще геотермальный. Я тоже. Здорово. Война. Деритесь. Мы будем... Зачем мы будем дружить? Дружитесь. Ну, вот ты вот эту реку видишь, да вот? Ты вот где будешь на местной город? Ну, да. Так, сейчас откроется животноводство. Плюс мне надо бы... Пошемицу обработать для ускорения плантации. Ну, да, да. Ну, как бы, кашемиха хотелось бы... обработать и попытаться храм Артемиды. Вопрос достаточно ли у меня... Это твоя столица или город? Производство для храма Артемиды. Храма для города. Ну, вот, раз, два, три, четыре... Тут кампус на плюс четыре может быть тоже. Да, и в твою сторону больше. Но, зато на этот кампус не действует бонус Венгра. То есть, тут кампус не будет так быстро строиться. Так, ну ладно, там бежит скаут, наверное. Так, пойдем исследовать. О! Так, понятно. Значит, тут я уже... Да. Тут я уже не могу район ставить. Значит, мне только... У меня только два района получится через реку поставить. Вот, блин. Значит, кампус надо будет там делать. К сожалению. Ну, тут, наверное, тогда производственный. То есть, здесь, например, акведук ставить. А тут производственный. Видимо, так. Потому что здесь стратегический ресурс. Видите? В... В джунглях железо, по-моему, вообще не появляется. То есть, железо, скорее всего, может вот тут появиться. И, соответственно, здесь как раз производственный район. Будет очень-очень крут. Сюда акведук, значит. Сюда акведук, значит. Ну, собственно, приблизительно и я то же самое вниз. Ну, нормально. Ну, там... Там сейчас будет горная гряда, в одну клетку проход. О, еще них, да. Блин, где мы так или нет, конечно же, хочется поставить, но этот... Ну, ой, стандартный. Че-то гор маловато. Да, очень мало гор. Врем, конечно. И холмов, кстати. Да, вообще плоский Вася. Плоский Вася. Нет, давайте плоская Анжела лучше будет плоскивать. Ну, звучит очень интересно. Друг мой. Не понял. Благодарю. Да, надо бы еще тут посмотреть, что... Хотя бы гор больше и холмов. Ну, да, тут есть павел. Время не. Не получается. Ну, и поехали по силам. Тут, как бы, в принципе, уже два места есть хороших куда ставить. Находил, но тебе не расскажет. Может, я даже зря все-таки вниз опустился. Было бы тут ставить. Были бы те же два района, но у меня бы тогда внизу было место для города. Вот в чем ошибка. Нормально. Паводок, который ни на что не повлияет. Ну, если я увеличил урожайность. Что это такое? Но тут, конечно, надо будет, знаете что? Тут явно надо будет дамбу ставить. Я надеюсь, там проход есть. Где-то на этой реке. А, слушайте. Блин. Или это идет... Или я могу здесь дамбу поставить? Не пойму я. По-моему, все-таки могу на этой клетке ставить дамбу. И на этой тоже могу. Там, по-моему, она должна с двух клеток хотя бы быть окружена. В речной пойме. Река должна пересекать не менее двух сторон клетки с дамбой. Да, значит, на этих клетках ставится. Ну, не знаю, там предварительно. Давайте вот сюда поставим. Дамбу. Что, надо не забывать дамбы. То есть, эту реку надо будет защитить обязательно. Так, теперь я хочу пойти обработать пшеницу для усы. Ну, тем более, извините, две еды... Ну, надо было купить клетку. Две еды, два производства. Это, мягко говоря, круто. Смешно. Три руинки, три разведчика. Жалко, жалко, что не на Кридо. Жалко, что я построю их уже. Ну, как бы, свои же тоже. Таги уникала, так, каждый с повышкой сразу же. А еще бы рядом какую-либо... Катей, Нистра, Эдит, и канадцы нашел? Нет. Он выше или ниже тебя? Ниже. И правее. Просто ниже меня море. Поэтому я не стал ниже тебя идти. Мистер Ди, де море. Просто канада это и есть море. Море, море. Край бездомный. Перед тобой встают, как горы, что там дальше? Да-да-да. Наши юности надежды. Так, ну... То, с каким стартом надо ГГ-шку сразу отжимать. Ага, найти бы. Ну, на меня, конечно, нападать будет тяжеловато. Ого. А вот, мне кажется, что на острове лежит. На большом-большом острове, где еще семь символизаций. Ну вот, я тебе скажу то, что... Нет, вот прям очень похоже на остров. У меня такое ощущение, что в этот момент, когда ты... А сбоку слона-то так и не заметил. Такое отведение идет. Ну, не будут разведывать. А там... Там не будет парохода. Хотя, знаешь, может быть... Ладно, фиг с этим. Возьмем тогда, сделаем так. Ну, наверное, все-таки сюда. Блин, ну... Тут, конечно, мало производства. Сюда я как бы... Мне тоже спешить особо. Блин, надо вот тут бы посмотреть. Может, сюда повезти первого поселенца. Ты же за китайцы играешь. У них, по-моему, феда на старте нет, бог. Тут, тут будет... Если бы тут был проход, было бы офигительно. Я боюсь, тут будет гора. То есть, если тут проход есть, то можно сразу... О, блин. Так, ну что, уже нормальный век, да? Как минимум. Ускорили мистицизм. Чего открывать будем? Ну, это орошение. Ну, я каким-то образом подобрал. Проходя через него. Я думал, он пойдет покрупнее. Так, ну, надо, наверное... Вот этих ребят обработать. Кстати, очень вкусно получалось. Блин, а тут столько этих разливов постоянно происходит. Пару ходов сейчас экономить. Блин, еще и варвары тут. Варварцы сейчас буду... Или даже я могу проатаковать, потому что с карточкой на... На удвоенный для юнитов разведки опыт. Это одна атака и сразу уровень. Наверное, меня сейчас проатакуют. Ну, в принципе, старт неплохой. Ну, это у нас, понимаете, изобильный начало. Для изобильного, мне кажется, как раз это не особо... Тут круто все. Действительно у нас. Блин, вот не видно. И непонятно теперь, куда посело везти. К следующим ходам я сюда прыгну рабочим, чтобы посмотреть. Так, я, пожалуй, наверное, буду возвращаться дуболомом сюда. Если что, чтобы защищать этого. Знаете, мы нырнете, что вот так походим. То есть я могу сразу отсюда и сюда идти, и сюда идти. А нет. Блин, не проатаковал. Ну, что ты будешь делать? Я не хочу атаковать, да? Сильно далеко. Ну, мы пошли сюда. Ну, достаточно троски. Там вообще прохудриров. Да, есть. Ну, тут какая-то у меня островная кишка. Так, ну, это точно, ну, я, наверное, оставлю пока все. Ост, ровная, кишка. Давайте мастерство теперь. Тут места много, но... Какое-то оно все печально. Так, нет, 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 нет. Почему печально, да? В нем надо как можно быстрее вырасти. Ну, по-моему, да, можно пойти, что-то. Так, что там у нас еще? Промб-кри-реки. Как бы, что-то еще надо. Тут, конечно, где-то, мне кажется, все-таки дамбу надо сюда, а тут где-то делать промышленный район. Так, значит, давайте прыгнем. Блин, тогда тут поселить... Так, стоп, давайте вот так сделаем. Ага, есть, так, отлично. Так, я, наверное, вот сюда, где... Тут, конечно, блин, вулкан. У меня сейчас может посила просто убить. Это трындец будет. Мне надо вот сюда город ставить. Смотрите, сколько я районов смогу через речку сюда надо город. Первый, спец он тебя пропускает. Я не могу, как сделаем. Катуритость, параларно. Постаю. Нет, мне кассивил. Ну, я возвращаюсь, получается, кто-то, когда забирай, да, вот эти, которые... Эти я уж явно буду забегать. Угу. Иначе... И у тебя нет соседей, да, получилось? Да. Ну, наверное, ты мой сосед будешь по этой кишке. Вот тут надо будет где-то город ставить. Видите, тут есть геотермальная свечка. Ну, вот тут, конечно, самый фиговый проход. Тебе будет далеко идти вот через эту всю тему. Сейчас меня волнует чисто вулкан. Сейчас сюда встану и сработ... Ой, блин, лошади. Нет, убегаем оттуда. Еще геотермальный источник. Сейчас ставлю сюда. Я думал о идеальной кишке, ты думал. Вот именно идеальной кишке. Вот я сейчас думаю, мне вот этого поселенца лучше сюда везти или... Ладно, забираю сюда. Ну, тут, вот я бы не сказал, что здесь прям суперместо. Да, смотрите, тут, ну, два производства. Есть еще производство. Так, что здесь? Ну, здесь еды нету практически. А здесь, например, можно... Построил строитель урагана восемь. Минус три-четыре хода. Я вот сейчас стою поселом около активного вулкана. Если он сейчас сработает, у меня будет минус посел. Вот это будет подгорание. Если я молча ливну из игры, не удивляйтесь. Знаете, как бы не сможем. Смотрим, будет... Почему, сможешь? Ну, как бы смогу, но... Сильно будет долго, да? На тройке же вулканы на две клетки не работают, да? На одну только. А вот, не, на тройке... Мега-извержение. Мега-извержение тогда, да, на... Работает. О, мега-извержение всегда работает на две клетки. О, Корея здорова. Здравствуй, да. Вы же знаете... Я уже хочу пошутить насчет наций, но ладно. Вы уже знаете, какие нации. Да, мы уже все знаем тут. Стоит ли это пробовать, интересно, Артемиду пытаться строить? Каждый лагерь, пастбище и плантация в пределах четырех клеток. Весь я тут вставлю. Вот у меня лагерь. Плантация, плантация. Пастбище. Четыре пастбище. Блин, тут Артемид... Ладно, давайте попробуем. Ну, блин. Это очень круто было бы ее построить. Ну, если кто-то рашит, то, мне кажется, на ходу... ...в 21-м каком-нибудь она уже будет. Блик, ары за мной бегать, конь. Прилит горения. Мы вдвоем с конем. В горы идем. Ты здесь, отсюда справа или слева? Я за чилинию слева. Ну, тут, видите, у меня как минимум две клетки можно вырубить будет. Правда, вот это тогда хреново работать будет. Блин, со своими этими скаутами придется вести дуболом и защищать. Кореец, давай ты не будешь тут меня расследовать, давай. Ну, я только город посмотрю. Не, ну, давай нет. А это столица? Да. Ну, я очень далеко, на самом деле. Ну, все равно. Зачем? Давай, давай, хорошо, давай обменяемся этими посольствами. Согласен? Давай. Да я дружелюбный, на самом деле. Правил делегацию. Я даже пропустил руинку, в которой было 10 вели. Вот оно мне прям надо. Я пропустил? Да, вон там где-то этот скаут пробегал. Там за моим скаутом конь бежит. Он может так убегал, конечно. Ну, вообще конь, да. Вообще не по тему. Придется тоже убегать. Я тебе дружбу кинал. Так. Ну, тут давайте строителя и растем. Так, и мне бы, конечно, рабочего прикупить и обработать... Так, три хода, да? Значит, строим строителя, как раз три хода, и им. Кто интертимиду строит? Как я бы внизу, наверное, исследовал все. О, валетто. О, тут говорим. Обязательно правду говорить. Конечно. Янберг и Деграевцева никогда никому не вру. Мистер... Да, да, да. Шкарарович, три тысячи голды попросил. У тебя тысячи голды тебе будет вспоминать. Я их попросил, чтобы они не достались плохим людям. Я сразу вспоминаю вчерашнюю ситуацию со шпионами. А, или да. Блин, что не объединено? Челень, яйца, дружбу кино. Примешь. Так. 21 ход. Я тоже поставлю город, поставил метку вот по-даку и духам. Да, есть, но увеличение, кстати, строительства. Чудес у нас поселенцев. Ага. Ну, к сожалению, это я не смогу открыть до Артемиды. Жаль. Масси, а мы где встретились? Рядом. Ну, мой юнит не живут. А, нет, не видишь его. В общем, рядом с ГГшкой. У меня такое ощущение, что мне надо... То есть, моя территория внизу. Вот тут мне надо еще будет поставить город, видимо, от... Кто это у нас там? Ты далеко ли? Россия, похоже. Я ГГшку не вижу. То есть, вот туда надо будет еще поставить. А остальное все расселятся вниз. Там, наверное, внизу кто-то еще будет. Но мои места выглядят, что они внизу как раз. Проблема с тем, что такие проходы очень хреновые туда. Такие неудобные. Вот где, видишь меня? Да, Россия. А, все, вижу. Далеко ли ты от этого нашего места? Очень далеко. Блин, кореец уже савон поставил. Ну, конечно, там этот ученый на А плюс один. Здорово. Здорово. Производство накапливается. Нормально. Давайте, может, я выберу именно производство. Так сделаем. Так, ну тут производство. Все верно. Давайте вот так сделаем. То самое производственное, да, выбранные клеточки? Франция, примерно? Зачем? Моих поселов не воровал. Я твои. Ну, а ты прикрывай поселы. Играем. Правильно, так его. Ха, думал тут. Пришел в дружочков поиграть. Видишь, корейт. Мне вот прозвел. Покупаем. Ставим. Вырубаем. Блин, я не могу тропические леса пилить без обработки бронзы. Я забыл эту хрень. А, и мне никак не ускорить. Мне сейчас 6 ходов надо... Ну вот, только если этот, да? Это жопенька маленькая. Маленькая жопочка. Сейчас кто-то меня обгонит. А мне так это храм Артемида был бы в тему. О, опять геотермальный. Это мои места. Вот тут надо города ставить. Все геотермальные источники мне с моими купальнями будут кучу всего давать. Ладно, открою письменность. Я боюсь просто лучше этих железа открывать. Хотя, что бояться? Мне кажется, железо тут будет. Почему-то. 7 ходов. Ух ты, и там лагерь. Кстати, вот этот лагерь можно будет очень здорово разбомбить. Так, давайте, наверное, строителя. Леша, кстати, а как у вас с водой из-под крана в Америке? Ну, американцы считают, что норм. Но мы покупаем бутилированную. Тут, например, в кафе, когда ты приходишь или в ресторан, тебе всегда приносят стакан воды. Так вот, этот стакан воды, он всегда набран из-под крана. Чтобы вы понимали, когда вам приносят в США в ресторане воду. Поэтому мы, например, отказываемся и не пьем. Ну, что на пастбище брать? Да, что вы. Че, вкус еду в воде, чем не почувствовали? Нет, просто, ну, тут жарко, понимаешь. Приносят всегда воду, чтобы ты пока ждал заказы, что-нибудь попил. Даже не знаю. Не, ну-ка, хоть там, может, мы дурочим, у тебя зажар остался. Ты можешь, конечно, его оставить там. Мне, как бы, твои границы нафиг не нужны. Так, я сейчас пойду... Долбить этот... ...райончик. Хотя еще пять ходов. Что сделал? Не, ну, это, как бы, что такое? А, ваг? Ага, ваг. Ну, блин, я вот эту клетку хочу. Очень сильно хочу обрабатывать. Молодец, ну, не ругайся. Ну, че? Я туда послал два лучника и дубины, чтобы зачистить лагерем. Вот такой на клике, короче, берет и забирает из тумана. Ну, так это... Обвиняй его и... И долби. Такая вот, дубинка и дубина. Ну, это такая, некрасивая. Ну, че, три хода. Каков шанс, что храм Артемиды будет моим? Ну, он, если будет моим, будет очень круто для Будды. Это просто трындец будет. Будда будет улетать по количеству жителей вообще. Ну, фаврой, я сейчас в программу посажу. Так, Дебритсен Эстергон. Так, на что они тут стоят? Все правильно. Все правильно. У тебя, поход, посел, который наверх ушел, благословенный просто какой-то. Да-да-да. Так, строю храм Артемиды, по идее, забираю лагерь, и это золотой век должен быть. Блин, ну, мне надо обработку бронзы открыть, иначе я тут не расчищу свою территорию, я не смогу тут кампус поставить. Увидишь шабашку сразу в первых трех городах? О, китайца, где я тебя встретил? Вообще. У русского. У русского, ааа. Китай с Россией, братья навек. Привет, Корея. Здорово. Когда там православие? А, уже, блин. Уже. Поздно, да. Почему поздно? Нормально. Так, если вот сейчас на счет с охоты никто храм Артемиды не построит, она моя. Потому что я хост, то есть у меня будет вот, ну, пожалуйста, пожалуйста, пускай никто не построит. Пожалуйста, пожалуйста, очень нужен храм Артемиды, пожалуйста, нет, нет. Так, в случае, много разведов, с теми надо бегать, ходить еще тут варвары, бегали. Сейчас. Зантибар я встретил не первый, да? Да, тут, видите, кто-то внизу еще есть. Но вот эти места явно мои, просто они явно. Все, храм Артемиды мой. Так, значит, меняем. Плюс 5 против варваров. И, ну, в создании поселения, наверное. Или строителей, подождите. Может, строители? Тут у меня строители 8-7 строятся. А я после храма Артемиды еще одного строителя хочу. Да, наверное, так давайте сделаем. Плюс 5 и создание строителей. Так, тут в очередь строителя поставим еще. Еее, храм Артемиды. Вау. Задание Занзибара выполнил. Так, долбим. Чуденье. Что? Ты не будешь это делать? Не, не буду. Я могу тебе денег. Давай. Мне как раз нужно для выхода в бег. Давай, я тебе с откуда. Пингал уберем, конечно. Потому что сейчас в Буде будет куча жрачки и куча счастья. Правда, я, правда, только одно пастбище построил. То есть, мне надо, чтобы это Артемид давало счастье, надо вот эти пастбище и плантации. На этом пока все. Спонсоры канала. Продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok